Вахалиев. Что стало с чеченцем, написавшим Сталину дерзкое письмо с фронта? Каждый чеченец знает имя своего земляка Вахалиева, совсем еще мальчика, прошедшего горнила войны и осмелившегося открыто обвинить самого Сталина в преступлениях. Началась эта история еще в 1942 году, когда еще 14-летний парнишка по имени Вахалиев из селения Чечена у Чечена Ингушской АССР сбежал на фронт. 15-летний пацан отчаянно хотел воевать против немцев и прибился к эскадрону своего земляка, знаменитого Мавлади Весаитола, героя Советского Союза, которому ныне в Грозном установлен памятник на Аллее Славы. Бойцы не стали отправлять Ваху в тыл и оставили его в части, сыном эскадрона, что называется, для чеченцев. Кстати, уход на войну в столь раннем возрасте, например, знаменитый чеченский пулеметчик Хан Пашин Уродилов, будущий герой Советского Союза ушел на фронт в 16 лет, обманув военкома по поводу своего возраста. На фронте Ваха показал чудеса героизма и отличное умение обращаться с оружием. Им восхищался сам Мавлади Весаитов, планировавший представить юного земляка к награде. С боями Ваха прошел через битву за Кавказ, Сталинград, Курскую дугу. К весне 1944 года оказался в Прибалтике. Вот что писал Мавлади о юном земляке, и дойти к нашему герою вместе с Мавлади Весаитовым до самого Берлина, но случилось нечто неожиданное. Ваха в апреле 1944 году получает письмо от брата Шарпуддина. Тот из Киргизии сообщает, что все чеченцы объявлены предателями и сосланы в Среднюю Азию. Ваха не понимает, что происходит, ведь он со своими земляками-чеченцами почти два года так упорно бился с врагом. Почему же они стали вдруг предателями? Почему теперь его, Ваху, должны забраться с фронта и отправить в ссылку? И Алиев решается на отчаянный шаг. На клочке бумаги 17-летний чеченец пишет гневное послание, адресатом которого указывает, Москва, Сталину. Вот содержание этого письма, сохранившегося в архивах Чечена и Ингушской АССР. Понятное дело, письмо в Москву не доходит. Его перехватывают военные цензоры, передают сотрудникам СМЕРШ. Ваху приговаривают к вышке. Но сослуживцы спасают его, прячут. А через несколько недель отправляют в Сибирь, вместе с военными преступниками. Может быть, помог сам Мавладий Весаитов, каким-то чудом сумевший остаться воевать на фронте даже после ссылки в тыл почти всех чеченских солдат и офицеров. Так Ваху попадает в Магадан. Жизнь ему спасает русская медсестра Лида и оставшийся неизвестным земляк по Кавказу, некий осетин. В лагерях Ваха становится фельдшером. В 1953 году наш герой освобожден по амнистии. Однако в родную Чечню попасть из-за запрета не может. Приходится ехать в киргизский город Ош, где Ваха находит маму и брата Шарпуддина. В Чечню они вернутся только несколько лет спустя. Ваха окончит медицинский институт в Северной Осетии, станет дипломированным врачом. Его родной брат Шарпуддин, кстати, пойдет в медицине еще дальше, станет первым чеченским доктором медицинских наук. Ваха женится на прекрасной чеченской девушке по имени Айна. У них появится двое сыновей, Руслан и Тимур. Дом их в Грозном на улице Кронштадтская, 12 будет знать вся Чечня. Олив найдет своих сослуживцев, будет переписываться с ними. Бойцы эскадроном о Владиве Саитова встретят друг друга в Москве. Их жизнь Ваха уйдет в 1979 году в возрасте всего 59 лет. Скажутся война и лагеря. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на наш канал.